Осенью 43-го года Красная Армия рвалась к Днепру. Эта широкая река могла стать прочным рубежом обороны для отступающих немецких дивизий. И понимая это, советские взводы и роты, часто без подготовки и поддержки, бросались в холодную воду, форсировали Днепр и в кровопролитных боях отгоняли фашистов от кромки воды. 11-й полк 279-й стрелковой дивизии 29 октября 1943 года наконец-то прорвал оборону противника южнее Каховского водохранилища и быстро стал наступать на запад, но возле села Майчикрак, ныне Зеленая Балка, уперся в ряд холмов. С сопки ударили пулеметы, а сзади раздались залпы невидимой артиллерии. С шипением и свистом ворвались снаряды в ряды наступающих и стали сеять хаос, ужас и смерть. Осколки и пули не разбирали ни званий, ни должностей, ни возраста, выкашивая все живое в зоне своей досягаемости. Красноармейцы стали тянуться к земле и залегать, прячась в складках местности, а это было самым страшным. Зону действия артиллерии нужно преодолевать как можно быстрее, иначе потери очень быстро станут катастрофическими. Но командиров, способных поднять бойцов, уже не было. Тогда судьбу за сотни жизней взял в свои руки комсорг роты автоматчиков Александр Рай, который вскочил на ноги и коротким призывом, и своими действиями увлек товарищей в решающую атаку. Бойцы ринулись вперед и, преодолевая страх, ворвались в окопы противника. Рукопашный бой был яростный, но короткий. Усталые и израненные бойцы в темно-зеленых ватниках быстро опрокинули серо-шинельную преграду и продолжили свое движение в путь немецкой обороны, прорываясь к артиллерийским орудиям. А советские роты стали постепенно подниматься и, теснясь к прорыву, втянулись в него, не оставив немцам уже шансов на успешную оборону. Александр Михайлович Рай, показывая образцы храбрости, смог в этот день спасти весь полк от кромешного ада. Сам он был тяжело ранен, но до этого момента успел уничтожить в рукопашной схватке 15 вражеских солдат. Когда врач в госпитале после трудной операции открыл его солдатскую книжку, то тихо промолвил. Да, крепко тебя поздравили фашисты с днем рождения. И действительно, через два дня красноармейцу Раю исполнялось всего 19 лет. Родился Александр Михайлович в 1924 году в городе Ворошиловограде, ныне Луганский Украинский СССР. В этом же году родилась и его тетя Мария, с которой он провел все детство. Вместе они учились в семилетке, вместе окончили школу фабрично-заводского ученичества и пошли работать на паровозостроительный завод. Когда же началась война, и 17-летние подростки прибежали в военкомат, то на фронт их не взяли. Марию определили в санитарную дружину, и она потом прошла всю войну и была награждена рядом медалей. А Александра записали в резерв, и он продолжал работать на заводе. В июле 1942 года Луганск был оккупирован немецко-фашистскими войсками, а уже в феврале 1943-го освобожден частями 279-й стрелковой дивизии. Александр Рай влился в ряды Красной Армии, прошел курс молодого бойца, освоил помимо автомата и винтовки еще и управление с танковым пулеметом, принял боевое крещение в Донбассской операции, освобождая город Лисичанск, и свой первый подвиг совершил возле Днепра, за что и был награжден Орденом Славы Третьей Степени. 23 июня 1944 года началась белорусская операция. 5-я гвардейская дивизия, в которой после госпиталя наводчиком станкового пулемета служил Александр Рай, перешла в наступление возле деревни Хомичи. Бойцам предстояла сложная задача – преодолеть заболоченную долину, форсировать реку Друдь, а уже только потом войти в соприкосновение с врагом, но на деле все прошло успешно и быстро. Многочисленные тренировки, проведенные командованием по преодолению заболоченных мест, дали свои результаты. Ночью, после небольшой артподготовки, солдаты схватили подручные средства, заранее приготовленные мостки, лодки и ринулись в бой. 3. Александр Михайлович, надев макроступы на ноги и перекинув свой пулемет через плечо, медленно стал втягиваться в тягучую трясину. За ним, обвешенный коробками с пулеметными лентами, направился и второй номер. Несмотря на тяжелую ношу, расчет товарища Рая в числе первых форсировал реку Друдь, а его пулемет очень пригодился во время захвата Плацдарма. Когда все немецкие контратаки были отбиты, Александр Михайлович, снова действуя в первых рядах наступающих стрелков, ворвался на окраину деревни Шмаки и быстро занял удачную позицию на возвышенности. Оттуда он стал поливать немцев свинцом, способствуя продвижению нашей пехоты, но тут из-за дома появилась немецкая САУ. Огонь ее пушки сбил наступающий порыв красноармейцев. Главной целью немецкой бронемашины были, конечно же, советские огневые точки, поэтому разрывы снарядов все быстрее стали приближаться к позиции пулеметчика Рая, и вот один из них достиг своей цели. Пулемет вышел из строя, а Рай получил свое второе ранение. Перевязав рану и не обращая внимания на поль, он прямо под огнем вражеской САУ пополз к лежащим на поле раненым бойцам. Ему удалось вытащить из-под обстрела своего командира, лейтенанта Можайского, и оказать ему первую медицинскую помощь. В этот момент советский 142-й стрелковый полк уже обошел деревню Шмаки с запада и в решительной атаке быстро овладел ею. За героические действия и за спасение командира Александр Рай получил второй орден славы третьей степени, а уже скоро на его груди заблестела и золотая звезда героя. Волковыск пылал. Издалека были видны остовы сгоревших зданий, что-то взрывалось, а сотни пулеметных очередей как нитки пронизывали улицы этого древнего города. 190-й стрелковый полк, подошедший к Волковыску в рамках Белостокской операции, сходу предпринял несколько его штурмов. Но немцы устроили тут крепкую оборону, и все советские атаки были отбиты. По западной дороге из тыла фашисты получали многочисленные подкрепления в город, и пока держались уверенно. Это срочно нужно было исправлять. Ночью наспех собранный десант в количестве 41 человека под командованием капитана Артема Боричевского стал грузиться в грузовики и лесными тропами направился в обход города. В этой группе было два артиллерийских орудия ЗИС-2 и два пулеметных расчета, в том числе и расчет товарища Рая. Проехав незамеченными для врага весь путь, десант оседлал злосчастную дорогу и, замаскировавшись в кустарнике, стал ждать противника. Утром на шоссе показалось движение. Подкрепления шли огромные, около двух батальонов пехоты, но у советских бойцов был один козырь в рукаве, право первого удара. Самое тяжелое для пулеметных расчетов и стрелков, которые находились ближе всего к дороге, было выдержать приближение врага. Напряжение нарастало. Александр Рай уже пропустил мимо себя часть колонны. Стук сердца отчетливо слышался в ушах. Автоматчики нервничали, шептали под нос. Ну, чего медляшь? Первый нарушила молчание артиллерия, выстрелы которой прозвучали как облегчение. В ту же секунду Рай крикнул «Огонь!» и сам нажал на спусковой крючок. Немцы, скученные перед позициями красноармейцев, стали падать как подкошенные. Остальные в панике бросились в рассыпную, оставляя на шоссе десятки трупов. А машины с грузами загорелись. Товарищ Рай в этот момент уничтожил до 70 солдат и офицеров противника. Немецкая колонна в этом бою советским десантом была разделена на две части. Одна часть бросилась бежать обратно на запад, а вторая стала щемиться к городу. Тогда капитан Боричевский приказал своим бойцам атаковать вторую группу, и на головах отступающих десантники ворвались в город. Подавив несколько огневых точек и уничтожив противотанковые расчеты, они заняли центр города, внесли панику в ряды обороняющихся, и уже фронтальная атака основных частей 190-го полка увенчалась успехом. Город Волковыск быстро был захвачен советскими войсками. В этот день Александр Михайлович Рай довел свой счет поверженных врагов до 120, был третий раз ранен, и также на его счету оказались два пулеметных и три орудийных расчета. За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте и проявленные при этом отвагу и геройство Раю Александру Михайловичу 24 марта 1945 года было присвоено звание Героя Советского Союза. Александр Рай пешком с боями прошел Польшу и Восточную Пруссию, а окончил войну на Эльбе. Демобилизовался он в звании младшего сержанта, вернулся домой и участвовал в восстановлении родного паровозостроительного завода. Окончив луганский машиностроительный техникум, он до пенсии работал старшим технологом кузовного цеха. Умер герой в 1993 году.